привет привет дорогие друзья я нахожусь сейчас в австрии идет дождь я здесь по работе мне нужно немножко подождать поэтому у меня есть время с вами поговорить снимать сегодня что-то красивое для вас видимо не получится погода просто шепчет тем не менее пока мы говорим я попытаюсь что-то показать там кусочками урывками что я наснимал по дороге если вас от не будет нервировать может быть придаст дополнительной какой-то красоты в наш разговор а поговорить я сегодня хотел вот на какую тему тема достаточно серьезная и уже начинал я об этом как-то говорить на видимо не закончен еще этот разговором мне так кажется был я в понедельник на полиции по делам иностранцев это такое заведение где все иностранцы которые проживают в чехии решать все свои вопросы визовые там на жительство там постоянное место жителей на чего угодно любые сложности нужно идти туда фактически но грубо говоря наш такой паспортный стол все мы туда и ходим и стоя ожидаю там в своей очереди я подслушал случайно разговор наших бывших соотечественников которые говорили о о том какие чехи не такие как они плохо к ним относятся и какие они простите меня тупые там с ними нельзя вообще дружить ничего но вот какой то вот такое все вот ксенофобско-задорновская да и вот на эту тему как раз я хотел с вами поговорить о своих личных наблюдениях может быть кому-то это поможет чем-то я не знаю дело в том что родились то мы с вами все советском союзе большинстве своем действительно большинстве даже самые молодые еще рождались там и как нам говорили советский союз был многонациональным домом для многих народов не было там типа никакого национализма но на самом деле это не так национализм там был просто выражен он был очень специфически начиналось все с каких-нибудь шуточек анекдотов русский чукча хохол и узбек там что-нибудь тра-та-та а потом продолжалось насмешками над чужими языками виде али видел ли ты 9 мгновение весны на украинском языке или там на узбекском языке понимать ну что-нибудь такое да все это вроде было бы и безобидно совершенно в то же время потихонечку пожирала наш мозг какими-то вот такими нехорошими ксенофобскими вещами и вообще непонятно зачем это все делалось потому что никак почему это получалось я даже не хочу вникать честно говоря и было очень смешно когда подобные анекдоты или шуточки рассказывали в кругу но далеко не совсем не полностью русских людей и они точно так же смеялись над там своими же условно говоря глупость полная сейчас мир миром движет глобализации и от этого укрыться невозможно многие правители и какие-то там в каких-то странах пытаются еще с этим как-то бороться до выстраивая барьеры запрещая интернет там или еще что-то но все это поверьте мне тщетно бог так задумал чтобы мы здесь все перемешались и мы перемешаемся иначе мы поубиваем друг друга на совершенно бессмысленных основываясь вещах поэтому коль уж так происходит и миграция народов по всему миру сейчас это дело совершенно обыденное и национальности для различных тонн и нужно в себе находить какие-то новые нужно работать над собой грубо говоря потому что ваш покорный слуга я точно тому не исключение точно также стоял в кругу этих людей смеялся над теми же самыми шуточками все это было для меня достаточно смешно и сейчас я полностью избавился на вам честно сказать я были и вылечился я не чувствую никакого ксен никакой ксенофобии ни к одной нации живущей на этой планете правда абсолютно я глубоко уверен что внутри каждого народа есть и плохие хорошие люди и есть образованные не образованные и пусть мы слегка отличаемся ментально и какими-то вещами но для этого есть службы которые должны этим заниматься службы это называется миграционные службы и если в некоторых странах они созданы только для того чтобы выдавать талончики с пропиской за деньги то в других странах они вроде как работают но работают на самом деле они тоже честно я вам хочу сказать не очень и у меня есть основание это заявлять поверьте у меня есть доступ кое-какой информации да и хочу сказать что но представьте себе такую картину жил где-то мальчик в какой-то там азиатской африканской стране там где угодно и вот в этой стране было принято ну совершенно не то что принято но не возбранялось писать на заборы ну вот или на стены там вот он ходил и писал его бабушка писала его дедушка писала мама писала папа и он описывает понимаете на такой простой тупой пример извините меня и вот он приезжает в другую страну жить а здесь ему никто и не говорит о том что вот это вот делать не надо из-за этого в принципе будет а-та-та и это там частная собственность на нее не надо вот как вот этим вот своим от поливать а он не в курсе понимаете что никто и никто этим не занимается даже почему-то считать что если вы приехал сразу сам научился ничего подобного так не бывает поэтому корень всех проблем в перемещении народов беженцах в иммигрантах нужно искать в том что с людьми просто не работают или не знаю как работать потому что по столкнулись той проблемой с которой никогда не сталкивались наверно так но научиться ничего страшного я так думаю что все к этому придет и уж поверьте даже вот с нашими с вами соотечественниками нужно очень много работать я это вот по себе скажу честно потому что каждый день живя здесь и я нахожу какие такие моменты которые в корне отличаются от тех которым я привык в своей жизни на родине поэтому учиться есть чему работать над собой нужно постоянно и другое мое наблюдение это то что пусть того как я избавился полностью от любых ксенофобских российских каких-то мыслей мне самому как иностранцу живущему в другой стране стало гораздо легче жить я абсолютно не ощущаю я не чувствую на себе никакого гнета или каких-то там задних мыслей каких-то людей потому что я их просто либо я их просто не замечали бы их и не было понимаете возможно такая ситуация что мы часто себе домысливым я с этим тоже столкнулся что я домысливал себе в каких-то моментах то или иное к себе отношения оно было совершенно по другой причине другим понимаете ну например например вот смотрите в этой же очереди полиции по делам иностранцев вчера была очередь из 30 или 40 человек которые стояли в окошке информации где должны были задать вопрос потому что когда кто-то запутался не знает куда идти где записаться что делать ведут все туда в это окошко и там стоит женщина или мужчина который рассказывает о том что нужно этому человеку сделать и вот туда стоят люди и я обратил внимание на женщину что она очень недовольная какая-то злая даже на мне показалось который отвечает на эти вопросы я издали же не слышал что там происходило что там говорили потом когда я ближе и ближе подходил к этому окошку я стал понимать что люди просто элементарно не улыбаются не здороваются практически и я уж ну спасибо там или что-то это это вообще редкость да я понял что они не дают никакой посыл ну и ладно я подошел и сказал здравствуйте добрый день у вас наверно был день сегодня тяжелый там трат я смотрю человек совершенно расплылся в улыбке мне улыбнулся и все человеческим лицом объяснил и вот видите какая все таки есть есть это волшебное свойство улыбки улыбайтесь здоровайтесь будьте вежливы к своему оппоненту и получите то же самое взамен это же не так сложно ведь большинство наших людей с вами вычисляете знаете как на на западе они идут все совершенно серьезными я бы сказал даже злойным выражением лица все они ничего не улыбается здесь люди живут немного по-другому они я вы понимаете я я за день улыбаюсь чужим абсолютно мне незнакомым людям просто встретившись снеговыми глазами я не побоюсь этого слова но мне не сотни наверное сотни может может даже и больше раз и получаю точно такую же улыбку взамен везде столкнувшись лифте столкнувшись в кафе столкнувшись просто с чужими людьми абсолютно чего уж говорить о том что когда нам что-то надо я видел как наши соотечественники решают эти вопросы я видел что как они заходят в магазин как они разговаривают но к сожалению но потому что у нас так принято может быть но тогда пусть я буду тем человеком который скажу вот с экранов о том что здесь так не принято улыбайтесь друзья чаще и будут улыбаться вам относитесь к другим национальностям с уважением не домысливайте себе никакой фигни в голове и будет все хорошо и к вам и к вам хорошо отнесутся ведь это такой извечный вопрос а как нам относятся да так же как вы к другим относитесь так и к вам относятся вот такая вот у меня тема родилась и собственное наблюдение сегодня друзья так что будет возможность поговорим напишите свои комментарии и я буду их ждать всем хорошего пока пока улыбаться 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 улыбаться